Маруська, как ты, моя крошка? Батя, привет, привет. Я тебя поздравляю, я узнала, что ты стала мамой. Вообще, растите здоровыми, крепкими, сильными, красивыми и умными. Нормально, держусь, держусь, все хорошо. Кстати, хочу поговорить на тему, прошедшую, да, с Женей. Здравствуйте, Александра. Ребята, если вы считаете, что мужчина должен поднимать на вас руку, на женщинную руку, то я вам очень сочувствую. Я соглашусь с тем, что мужчина должен защищать свою девушку. Но когда он создает условия непонятные, и когда его девушка нападает, я думаю, что эта проблема в них, и напала на нее не я, и я не лезла в пару, ребят. Вы, может быть, невнимательно смотрите телевизор, к сожалению, но эти ребята приехали на остров не в паре. Женщик ко мне писал, говорил о том, чтобы я его ждала, как я ему сильно нравлюсь, а в итоге переобулся в воздухе. Поэтому я вам каждой желаю такого мужчину, как Женя Ромашов. Будьте счастливы. Кайфуйте от избиений. Я очень удовлетворена, когда мои любимые подписчики следят за мной. Спасибо вам большое. И когда радуются за меня, тоже вам спасибо большое. Патя, а что значит через пару недель? Вы уже растете в каждую минуту. Так, обращусь к тем подписчикам, которые пишут плохие комментарии. Ребят, я вам очень благодарна, прям от души вам благодарна, что вы пишете комментарии, вы таким образом поднимаете рентинг Дому 2. Поэтому я вас очень прошу, не останавливайтесь и делайте как можно активнее, оставляйте как можно активнее свои комментарии. Я вам буду очень-очень благодарна. ой, это что значит 2-3 недели до встречи? Нет, своих хейтеров я не отдам, потому что пусть они поднимают рейтинг Дому 2. Поэтому, Ари, извини, это мои хейтеры, и я их люблю. Роды. Слушайте, ребят, а, да родов, я думала ты уже родила. Что-то, подожди, я думала ты уже мамой стала. Вы, наверное, дезинформировали меня немножко уже, поздравляю тебя. Ну ничего, давай тогда это на будущее. Я обязательно еще поздравлю. Ари, ты там живая? Там у тебя все нормально? Мама не прибила тебя еще? Ну, давай, тебе удачи пережить эти моменты и поскорее встретиться со своим малышом. Сергей, привет! Привет! А также еще хочу обратиться к своим подписчикам, которые пишут, что я шалава. Класс, ребят! Вы, видимо, как и Никита Шаляков, не знаете, кто такая крыса. Также вы не знаете, кто такая шалава. Акфор, привет! Так я вам объясняю, что это девушки с низкосоциальной ответственностью, которые за удовлетворение мужчины берут деньги. Так вот, ребятушки мои хорошие, я ни с кем даже не целовалась. Представляете? Бинго! Класс! И вы мне поднимаете настроение, я вас безумно люблю. Оставайтесь такими же прекрасными, такими же добрыми добрыми и такими же понимающими написанием непонятных комментариев. Вот я вас очень прошу, вот, будьте рядом. Братик, привет, мой хороший, привет, мой любимый. Верочка, привет, моя дорогая. Я не объясняю, я их благодарю за их помощь, за то, что они есть, за то, что они поднимают рейтинг, за то, что я благодаря им становлюсь умней, благодаря им у меня поднимается настроение, благодаря им я становлюсь выше, и если бы не они, я не знаю, просто не было бы, наверное, меня. Поэтому это все благодарность для моих любимых хейтеров. Коуп, смотри, все в эфире там будет показано, ты все узнаешь. Я думаю, что неожиданная самая интересная штука в вещах. Олечка, привет, моя хорошая. Спасибо. Так, что-то у меня тут слово с вами. Просто знаете, привет, люди показывают своими комментариями, какую бы они хотели себе жизнь. И вот, ребят, пожалуйста, живите так, я вам желаю этого. Пусть к вам применяют насилие, пусть к вам применяют унижение. Это так же кайфово, скажите. Слушай, батя, я не переживаю, кушаю раз семь в день. А без шапки, потому что еще тепло. Еще тепло. Я думала, ты не заметишь, что я буду без шапки, но, блин, спалилась. она мне в сумке лежит. Будешь хорошей матерью. Ребенок не будет болеть и всегда будет сыт. Братик, я тебя очень-очень люблю. улыбнулась. На, Браун, привет, привет. Кто-то там пеленками запаслась. Привет, все хорошо у меня. Спасибо. что ты будешь Виктории звонить, брать консультацию у нее. Кстати, по поводу детей. Ребят, хочу вам объяснить, что, к сожалению, малышка, которая у меня на фотографиях в соцсетях, о которой вы говорите, что это моя дочь, она не моя дочь, она крещеная мною дочь. Это дочь моей тети. И было бы глупо скрывать, что у меня есть дочь. Это первое. Второе, если бы у меня была дочь, поверьте мне, я бы это не скрывала. И я бы ее не оставила. И я бы гордо говорила, что эта девочка моя доченька. Поэтому, пожалуйста, успокойтесь, услышьте, включите мозг и будьте разумными людьми. Не несите бред. Правда, это просто. Привет, Света. теперь не только батю берут. Батю, может, ты прямо здесь это родишь? Приезжай на сейшики и будет сейшельский бэби. 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 будешь пролетать и за гражданство получишь, то туда плюсы искать. Ах да, еще тот момент, что там пишут о том, что мне дают какой-то сценарий, Никита Шалюков, да, так непосредственно говорит. Так вот, сценарий мне никакой не дают, у меня хватает своей фантазии, у меня достаточно словарного запаса, у меня достаточно силы воли, чтобы брать какой-то сценарий. Поэтому, если у Никиты слабовато с этим, то это не значит, что остальных тоже. Членом, именно Романьков будет бесплатно летать, батя, имей в виду, только Романьков. Ну да, да, все верно. На этом, на первом классом еще. Кстати, боитесь летать, ребят? Кто боится летать? Я очень люблю, я кайфую, находясь в самолете, я прям, когда я куда-то лечу, покупая билет на самолет, я получаю кайф, прям класс. Это как, знаете, мое хобби летать, я очень много летала, много было перелетов, и долгие были перелеты, и классно. Вот, допустим, если куда-то ехать на далекие расстояния, там, в транспорте нет, вот я не могу высиживать, а в самолете 10 часов прям отлично происходит, мне очень нравится. Почему так? Главное, чтобы не криво. Привет, Фоменко. Очень почему-то знаменит интим в туалете, в туалете, в самолете. У кого-то было такое? Расскажите, если да, что за эмоции? Почему это считается так круто и необычно? Вот я бы хотела полетать на воздушном шаре. Давай, батя, будь умницей. Фигня полная. Мне кажется, там так мало места. Воздушный шар. Было бы круто полетать. Интересно, какие там эмоции испытываешь. Привет, Виктория. Я помечусь со своими килограммами, со своей странной фигурой. Ну, знаете, я же не знаю, какой будет у меня партнер, какой мой мужчина будет в будущем. Я же... У меня есть, да, такой стандарт, там не ниже метра 85 с хорошим телосложением. Поэтому мне там, может быть, одно и достаточно будет места, а вот двоим... Ну, если что, я попробую обязательно, потом расскажу. Анатолий Александрович. Спасибо, Виктория. Как у меня дела? Неплохо, но... Есть момент разочарования в очередной раз. Мужчина, псевдо-мужчина. Слабый мужчина всегда будет выезжать на сильной женщине. Это факт. Слабый мужчина, псевдо-мужчина. Спасибо вам большое, Виктория. Мне очень приятно. Да, слабый мужчина навсегда будет. Слабым. Что самое интересное, они не могут общаться даже не то, что с сильными мужчинами, а в принципе, с ребятами мужского пола. Они закрываются у себя в комнате. Что это из-за страха, наверное? Что их унизят? Или то, что они не смогут связать двух слов? Потом вырабатывается агрессия от замкнутого пространства. Эта агрессия потом вливается на девчонок. Не знаю, не наблюдала, как бы не считала. Хотела еще ответить тем, которые говорят, что я зашла в их комнату. Ребят, их комната за проектом, если она есть, их комната, да? Если бы я туда зашла, ко мне, может быть, были бы вопросы. А я зашла в комнату телепроекта «Дома-2», понимаете? Где можно ходить всем абсолютно. Мы на равных. Не задавайте, пожалуйста, провокационные вопросы. Я приличная девушка, я не такая. Сколько у нас сейчас времени? Плюс час от Москвы. Я не знаю, просто, который час сейчас. Поэтому я буду заходить, и все участники заходят туда, куда им хочется. Это общие комнаты, общий дом, но не их личное жилье. И по правилам телепроекта у нас нет запретов, куда можно заходить, а куда нельзя. И не им их останавливать. Не им. Я держусь в стороне таких людей, у которых нарушена психика. Они истеричные люди, поэтому, понимаете, их эмоциональное состояние может перейти на меня. Что, в принципе, где-то вот после сегодняшней ситуации и произошло. И мне теперь надо восстановиться и избавиться от этого негатива, от этой истерии, от этой психики. Это очень страшно. А им можно попить антидепрессанты. И я думаю, что необходимо им с Ромашовым выходить из комнаты и заряжаться позитивной энергией. А то они там друг друга съедают, оскорбляют, унижают, и потом вот всю злость выливают на окружающих. Я не знаю, может быть, таких людей надо изолировать, в принципе, тогда, чтобы не травить мир другим нормальным, адекватным, добрым людям. Малышка, ты видишь, сколько времени? Спасибо. Так, ребят, у нас уже заканчивается время. Сейчас будут забирать инет. Если есть вопросы, подготовьте, я обязательно вам завтра на них отвечу. Всем спокойной ночи. До завтра. Субтитры подогнал «Симон» Всем привет, привет, кто присоединяется. Привет. На острове прекрасны дела. Добрая атмосфера, как вы сегодня видели. Царит любовь, гармония. А так все хорошо. Не, на самом деле, да, уже все наладилось. Более или менее, не переживайте. Считаете, да? У меня получается быть актрисой? Оля выйдет. А вы что, вангуете? А погадайте мне на руке, пожалуйста. Сможете? Я вам даже кэш переведу. Я скоро вернусь. А ты пока погадай мне там. Провангуй, пожалуйста. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»